и снова здравствуйте всем привет итак давайте сделаем персонажу шерсть и посмотрим как это все делаем будет ли работать с ригом как мать тарзана значит интерполяция так интернешен дейтен финс мессинг текстуры все подключаем теперь н панель скрин каскей чтоб увидели что я буду нажимать так панель закрываем и тут вопрос так значит заходим в обзор мод находим персонажа добавляем у партиклы и переключаемся на хайер ставим но я много ставить не буду так как у меня комп старый смысле старый слабый ну давайте 3000 поставлю а теперь выбираем длину 0.09 enter и попробуем значит что тут то тут можно накосить покрутим значит вариации находим children и значит если на но на но если делать так смотрим что у нас тут есть шейпы на симплах можем выставлять интер поле интер поляция значит можем выставлять тоже так еще кто у нас тут есть так ну давайте попробуем на нон хайер шейп что нам дает так тип на но нам не работает на симплах а ну-ка интер поляция десяточку 11 чуть-чуть уменьшим так допустим волос вставлен еще без настройки да выбираем рик и попробуем зайти в постмод так голова работает все работает control z значит так с этим делом все работает значит находим клампы ну пусть клампы так и стоят поставим значит количество так 11 чуть-чуть поменьше так давайте на 13 пускай стоит что у нас тут сид вариации ну пышнота пойдет теперь заходим значит выглаживание здесь у нас есть удаление волос там где нам не надо английская вычищаем где у нас глаза где у нас не должно значит быть волоса так во рту тоже давайте все это дело вычистим так на лапах тоже по удаляем на руках по удаляем и тут значит добавлять группы ну попробуем сейчас сначала так сделать а потом добавить группы очистки вот где волос не должен расти да и посмотрим как это все дело будет выглядеть так как с так теперь давайте немножко все это дело выгладим так вот как я расчесываю это конечно неправильно нужно тут короче нам аккуратненько так маленькими где-то какие-то куда-то вот большими такими мазками желательно не разглаживать но если быстро смотреть то пойдет то нормально так тут на отморды чуть в эту сторону там разных раков со своем руку в эту сторону здесь вот торчит уже почему потому что тянулась большой кисточкой и где-то затягивает от пупка от подмышки в эту сторону ну и на нижней части куда-нибудь зачесать так подмышки тоже такая штука интересная так смотрим что у нас получилось обжиг вот видите что здесь вот шерсть на ногах присутствует почему потому что ну видно вот эта стука до конца не удаляет где-то подрезать можно где-то еще побольше сделать вырезку где-то на щеках там обрезать вот вроде нету она есть вот здесь удалили волос а он все равно на морде вики присутствует заходим пробуем еще раз удалить вики тоже отсутствует но он присутствует так смотрим что мы можем с этим делом так что у нас по лапам ну немного на лапах да вот сзади только еще а ну-ка попробуем сзади вот еще немножко по удалять уже не удаляет волос присутствует но смотрим весь смысл в чем я хотел посмотреть выбираем риг заходим в постмод и смоем как тут голова движется все с волосом все работает так давайте привяжем зубы постмод выбираем косточку верхней губы ctrl пи это будет бум и не значит на у нас остается язык и зубы разом выбираем и заходим находим нижнюю целисть косточку control пи так теперь тест выбираем только риг заходим постмод и у нас получается все с волосом движется давайте попробуем теперь добавить группы выбираем нашего персонажа риг не прячем и добавим группу плюс зайдем vertex paint сделаем инвертацию сделаем x симметрию выберем кисточку fsubtract вот эту и значит дорисуем дорисуем то что не получилось ликвидировать красим полностью чтобы не было у нас вот этих переходов полностью чтобы синее было крутим под разными ракурсами все это дело границы значит челюсти обходим вот видите тут тоже нужно аккуратненько докрасить тут тоже чтобы все было синее полностью там вот во рту тоже чтобы не было у нас каких-то разноцветных f уменьшаем кисточку где-то поменьше по краю тут проходим аккуратно все ну как не делайте красиво аккуратно f кисточку побольше так одна рука хорошо закрасилась одна видите плохо значит нужно их все равно перекрасывать нож полностью видите не удаляет волосы значит нужно все это дело так f английская и опять по новой все это дело там хорошо выкрашивать до синего цвета то есть и и и и и и и и и Так, теперь у нас идет грудина. Так, и подключаем теперь, находим вертикс группы и верхнюю подключаем вот эту нашу группу групп. Проверяем риг, насколько будет он работать, не будет, все работает, волоса стало меньше, теперь уже настраиваем до конца наш волос, тут уже крутим, вертим, где поменьше, где, так, а ну, чтоб поближе подвину, побольше тренс-холл тут этот на середину. Так, сид, вариация шерсти, подгоняем, смотрим. Виртуальный перенс, так, он нам, в принципе, не понравится. Дисплей, амппорт вот этот, побольше, значит, наших волосюх. Так, тут, ну, пусть будет 98, а то у меня, наверное, ноут не выкинет. Так, по нолям хайр шейпы, ну, хайр шейпы, ну, так, это, опять же, боны группы. Так, 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 клампинг. Ну, и, в принципе, что, а ну-ка, смотрим. Ну, что, неплохая гражданка с неплохим таким волосом. Ну, конечно, бы ей что-нибудь этакое, а ну-ка, симплы. Вот, можно на симплах попробовать, давайте попробуем на симплах. Parent, так, у нас тут все выглажено, значит, на симплах нужно где-то шерсть поменьше. Так, длину тоже можно уменьшить. Метод тыка, это хорошо. А ну-ка, смотрим вообще, что получается. Ну, вот, такая кучерявая гражданка, тоже неплохо, да? Но, что-то мне в этом деле не нравится. Так, смотрим, значит. Надутость. Вот, так, а ну-ка. Вот. Тоже неплохо, да? Такая кучерявая гражданка. На симплах более она такая с волосом. Но тут нужно... Возможно, где-то побольше добавлять. Ух ты! Но это уже для меня тяжеловато. Так, клампинг. Ну, так тоже неплохо. О, вариация вроде подошла. О, поменьше 13 пусть будет. Вроде получше. Теперь давайте под настройкой света посмотрим, как это все у нас тут устроено. Поставим Солнце. Так. 10 тысяч. Развернем ракурс. Р, повернем G. Ну, вот уже прикольно. Чуть-чуть дочесать ее. Так, ноль на нампаде. Shift F погуляем. Свет уменьшим до 5000. О, уже получше. Так. И попробуем сделать какую-нибудь анимашку. Так. Выберем кости. Заходим в постмод. Тройка на нампаде. G. Попробуем посадить нашего персонажа. Так, теперь тройка на нампаде. Выкручиваем R. Позвоночник. Подгоняем. Подгоняем ей лапы. О, захрипел уже. Так. Подгоняем лапы нашему персонажу. Ложим, как бы, на колени. И если у нас колени далековато, то можно для ракурса чуть-чуть косточки, значит, вот эти базовые, подтянуть. Так, теперь, что у нас получается? R. Можно их выкрутить отдельно. И вот эти лапы поставить, допустим, поближе. Так, следующую лапу тоже. Семерка на нампаде. R перекручиваем. G подгоняем. Все это дело, опять же, под ракурсами разными перекручиваем. Так, и смотрим, в чем еще может быть проблема. Если я начну перекручивать лапу, вот вы видите, здесь ломки нету, да? Смотрим. Вот. Вот начинается перекрутка. Видите, вот начинается ломка. Вот. Вот эта штука. Как от нее избавиться? Давайте настроим наши косточки еще. Выбираем косточку Inverse Kinematic через Shift. Косточку предплечья. Ctrl-Shift-C. Copy Location ставим. Следом кость управляшки выбираем. И косточку нашу, значит, Inverse Kinematic. Ctrl-Shift-C. И поставим Transform. Смотрим теперь, что у нас будет. Плоховато. Значит, заходим в Inverse Kinematic. Удаляем Transformation. И попробуем, значит, настроить на Ctrl-Shift-C. Copy Transformation. Во. Теперь получается, если мы будем крутить руку, то у нас будет и предплечье выкручиваться. Во. С одной стороны это все хорошо, все движется, да, но придется ломки на кисти нет, но дополнительно придется работать предплечьем. Если вам понадобится вот такая вот вывернуть косточку, то это вы будете отдельно уже крутить. Ну, давайте тут то же самое настроим. Ctrl-Shift-C. Copy Location. И здесь выбираем управлячку. Inverse Kinematic. Ctrl-Shift-C. Copy Transformation. Все, видите, здесь пока ничего не двигалось и ломки нет. Так. Все. Персонаж вроде бы сидит. Вроде бы у него значит, есть какая-то эдакая поза. Все хорошо. Так. Теперь тройка на нампаде. Немножко нагнем ей голову. Закроем ей фейс лица пасть. И пропишем это все дело A и LockRot. Таймлайн можно вытянуть. Перекрутить. Следом что можно сделать D. Ну давайте на 10 кадр сделаем какую-то движуху ей. Тут у вас будут уже все-таки значит заморочки. Придется перекручивать, подкручивать. Но зато лапа не ломается. Можно выбрать косточку нажать Alt-G Alt-R Вот она становится на место, а потом вы ее опа. Потом выбираем значит руки, выбираем таз, тройка на нампаде. и так G A и LockRot Вот она уже встает и значит на 20 английская A первый кадр Shift-D копируем перетягиваем. Ставим 20 кадров Так, вот у нас уже персонаж подпрыгивает, все нормально. Ну простенькая такая анимация. На пятый кадр давайте теперь косточек значит на глаза нет на лице. Попробуем значит что сделать? Поработать субкеями. Выбираем субкеи в базе включаем и следом кей первый. Можем его переименовать. Ну пусть будет первый ползунок до конца. Заходим в Sculpt Mode включаем или X-Symmetria или без нее. Переключаемся значит на тянучку или на ластик. Делаем F кисть побольше. Соблачим ей удивление. Ну что тут еще можно сделать? F А можно еще дыхание добавить? в Sculpt Mode прописываем значит дыхание следом что у нас тут раз и на пятом убираем убираем дыхание все настройки значит теперь заходим в Object Mode выбираем нашего персонажа заходим в Post Mode и на каком кадре значит на пятом откроем R ROT прописываем и локрот одну косточку все и здесь значит она уже на десятом значит тоже чуть-чуть приоткроем и локрот ну вот уже прикольная гифка получится так шерсть вы видите что все работает нужно ее значит дочесать ну в принципе шерсть неплохо выглядит так здесь у меня на косточке пошла опять перекрутка почему-то а ну ка R не проблема находим Inverse Kinematic и значит ставим Local White Parent вот теперь придется тут конечно немножко докрутить значит эта крутка будет сзади под боком а ну ка во почему так ставим здесь тоже Local White Parent одна сторона ведет себя хорошо так Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z О О О Продолжение следует... Нормально, такой большой ломки нету. Так... Ну, вот такая вот, значит, шипки и вот такой принцип. С шерстью всё работает. Заходим в object mode. Выбираем, значит, нашего персонажа. Но только смотрите, когда вы всё это дело делаете, не отключайте видимость костей. Сейчас вот всё работает. Когда вы начинаете настройку, то бывает, что это дело пропадает. Так, что тут у нас ещё? Ну, так всё это дело выглядит без текстур. Так, с текстурами. И можно тут ещё прям конкретно поэкспериментировать. Вот за что я говорил, что когда вы начинаете что-то здесь настраивать, то здесь у вас уже всё блокировка. Только нужно delete thing. Тогда вы можете здесь добавить чего-то. там добавить скиды. Пышноты добавить. Так, это кто у нас тут? Сегменты. Вот такая мартыха может быть. Только эту мартыху теперь можно ещё по новой, значит, разгладить. А ну-ка, F. О. В, 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 в. В, 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 в. ну вот теперь мартышка вот с таким волосом тоже прикольно добавляем длину толщину так эти сиды вот пышноты больше волос добавляется вот но тут уже настройка должна быть на первом кадре ну желательно поменьше ставить чтобы все это дело не тормозило аккуратненько конечно все это дело раскрашивать разглаживать вот у меня уже тормозит ну вот живая уже мамзель такая вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот рука здесь пережимается все равно, да? Перекручивается... Ну, уже вид... Очень хороший... Ну, напряг, конечно, но ноут тоже есть... Так, что еще... Так, выбираем кости и что я хотел бы сделать... Давайте попробуем вот эту штуку ликвидировать... Выбираем одну косточку, находим сброс... Copy Transform... И Copy Location... Пробуем заново настроить... Сначала давайте настроим вот эту на... Ctrl-Shift-C... Copy... Трансформация... Вот... Чуть-чуть тогда подкорректируем, потому что это зеркаленная рука... Возможно, из-за этого все это подгоняется... Здесь поставим... Local Space... Тогда до конца... И настроим вот эту косточку на эту... Ctrl-Shift-C... Copy Location... Так, тогда... Local Space... Так, вот немножко здесь она с этой стороны будет работать... Ну вот уже... А ну-ка... А здесь... Куб перекрутен, да... Alt-G... Alt-R... Вот... Тогда нужно будет настраивать в таком духе... А ну-ка... Удалить все анимации этим костям... И по новой попробовать уже... Разумно встраивать... Разумно встраивать... Вот... Все... Проблема решена... Сразу в покое настраиваем... Уже не при анимации... А в покое... Должение следует... Должение следует... Верождение... Продолжение следует... Продолжение следует...